Во имя Отца Безначального, Сына Его Единородного и Духа Святого Утешителя, в огненных языках сошедшего на апостолы. Аминь. Дорогие христиане, мы вступаем с вами для многих в очередной, для некоторых в первый в жизни, для многих последний Великий Пост. Вот, вступайте в Него как впервые, потому что хорошо делается то, что делается с вниманием и неким первичным страхом. Когда мы вошли в церковь, то мы были, я сейчас, может быть, не за всех скажу, но многие меня поймут. Вот, когда Бог нам дал Духа Своего, и мы вошли в церковь, то мы боялись дышать и шаг вступить лишний неправильно. Для нас все были святые, мы готовы были все узнать, все понять, всему учиться и всех слушаться. И это состояние нужно сохранять как можно дольше. Когда один монах спросил старого другого святого, уже большого человека, спросил, как мне жить? Он говорит, так как ты, вспомни, каким ты был в первый день твоего пострига. Помнишь? Помню. Вот так живи всю жизнь. И, как сегодня читалось на богослужении из апостола Павла, из римлян, послание. Ныне ближе к нам спасение, чем когда мы уверовали. Если желаете, вспомните каждый свой день, тот, когда вы можете твердо сказать, это день, когда я уверовал. Но должны же вы иметь свой внутренний календарь. Когда я пришел к Богу? В каком возрасте? В каких обстоятельствах? Какой день это был? Весенний, осенний? Какого святого память праздновалась? Нужно иметь свой внутренний календарь. Вспомнить этот день. Если вы отмотаете от него до сегодняшнего дня, сколько там времени прошло, то окажется, что некоторые, это еще детсадовские дети. Потому что у них прошло 3, 5, 4 года. А некоторые ученики младшей школы. Им там, скажем, 9-10 лет. А некоторые, там, скажем, уже подростки, юноши, пубертатные, которым там 16-15. И будут единицы тех, которые взрослые мужи и созревшие женщины, которым 25-30 лет. Таких единицы. Поэтому весь шум в церкви нашей, это шум в детском садике. А половина этого шума, это шум в младшей школе. Гляньте на наших шнурков на перемене. Вот то же самое и в церкви происходит. Потому что что они там носятся и не могут не носиться, ибо они маленькие, а чем еще заняться? Так и наши люди в большинстве своем слишком маленькие во Христе. У них очень маленький опыт церковной жизни. Это шумы в курятнике. Это шум в детском садике. Но отмотая назад, вспомнив, когда я стал верующим, вот твердо верующим, когда я сказал, нет, я вот этого делать больше не буду. Старые друзья свистнут за окном, говорят, пошли со мной. И ты вдруг почему-то говоришь, мне без меня, ребята. Говорят, а что, ты не идешь? Там уже все готово, все ждут тебя. Я больше туда не хожу. А куда ты сегодня идешь? Сегодня утро, в воскресенье утро. Сегодня можно поспать, а потом пойти на шашлыки. То есть я в церковь. Что, с ума сошел? Да, сошел. Вот вспомните тот день, когда вы без стыда, без этих блудливых, лицемерных отговорок, твердо сказали, я в церковь, я туда больше не хожу и так далее. Это был день вашего духовного рождения. И вот тогда вы были ближе всего к спасению, потому что люди, приходящие к вере, они искренние, они горячие, бескомпромиссные, они уже как бы вкушают, втягивают ноздрями воздух небесного царства. А потом происходит самое разное. Происходит угасание первого духа. Как говорит Господь, имею на тебя много, но главное, что ты забыл первую любовь свою. Это первое горение духовного огня. И потом христиане превращаются в этот мусор такой, значит, духовный, когда соль соленая от соли несоленой ничем не отличается. Они одинаковые. В поведении, в словах, в жизненных стремлениях, в целях жизни. Потому что цель жизни современной цивилизации, той самой хваленой, блудливой, гнилой цивилизации, в которую горе, кто влюблен в цивилизацию эту, горе ему, тысячу раз горе. Потому что цивилизация, в которой мы живем, это цивилизация двух-трех вещей. Во-первых, бессовестной наживы без конца. Любыми способами, любыми средствами. Это главная цель этой цивилизации. Потом самоугождение, вплоть до самого чудовищного разврата и похоти. Когда бесконтрольно человек делает все, что ему нравится, потому что над ним нет хозяина. Небеса ему пусты. Он говорит, не нужно никаких богов и заповедей, ничего не хочу слушать. Это цивилизация крайней гордыни, беспринципной наживы и ежедневной, ежечасной, ежеминутной даже лжи. Это была изначально проклятая цивилизация. Она в корнях своих ждет небесного огня. Это Содом. И кто любил этот Содом, тому тысячу раз горе, пока не покается. А кто знал, где он живет, сегодня должен расправить плечи и возрадоваться, потому что рушит Господь руками русского солдата, как это всегда бывало. Русский Ванька с штыком наперевес. Вечно за всех в ответе. Вот как так получилось, только один бог знает. Я не знаю. Но почему-то все лгут, продают, покупают, обманывают, блудят, воруют, жиреют, хамеют, а потом русский Ванька все исправляет. Какой-то рязанский парень с трехлинейкой, с штыком наперевес. Но сегодня чуть по-другому. Какой-то русский парень, который в перископ танка смотрит за происходящим в усеченном радиусе обзора. Почему-то он рушит всю эту сатанинскую мерзость. А потом люди как бы перепуганы, начинают жить по-нормальному, а потом опять хамеют, и через сто лет все повторяется заново. И опять нужно русского Ваньку звать, потому что все охамели. И только русский Ванька со штыком наперевес почему-то перековыривает вверх дом всю-то сатанинскую химеру. Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал. Порнхаб закрыли для русских пользователей. Нас отлучили от блага западной цивилизации. Порнхаб закрыли. Иисусец, как нужно было молиться, чтобы его закрыли раньше. Нас не пустили на Евровидение. Боже, как я просил, чтобы нас не пускали никогда на него. Чтобы я этих женщин с усами и мужиков с грудью не видел никогда даже во сне, даже случайно в рекламе. Их взяли и закрыли для нас. Вот он, хваленый, вонючий, проклятый, в корнях своих, в кишках проклятый. Мир наживы, мир брехни и мир кровопролития. Потому что русский Ванька, тот самый Ванька, благословенный Ванька, вот этот стоит над горою Алеша. Забыли, сволочи, во всем мире забыли, что Алеша-то их и спас. И в Трептов парке, и в Нашибке в Болгарии, там народ еще помнит, а власти эти продажные, у которых все кишки на крючке, знают, но не хотят говорить. Вот этот вечный Алеша стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат. Это же кровью этого простого русского мужика, простого парня, этого крестьянина, который знает на вкус, как земля пахнет. Это он, мобилизованный, под ружье вставший, погоны одевший. Это же он освобождает всю жизнь всех. Ё-моё, сколько можно на русском мужике ездить? Он еще раз спасет эту блудливую, вшивую Европу, в которую уже западло ездить на самом деле. К этим скрытым фашистам. Там есть открытые фашисты, вы знаете, где они живут. А есть скрытые фашисты, это вся Европа. Сейчас к нам потянутся караваны русских людей, которых выгнали с работы, запретили учиться, значит, там, издеваются над детьми их в школах, начиная от западного полушария, заканчивая нашей родной, этой бывшей мамой, сумасшедшей ныне этой Европкой этой. И вот наступил Великий Пост, возлюбленные. И что нам с вами сказать такого правильного? Смотрите, чем отличается наша с вами русская цивилизация? Россия – это и не Европа, и не Азия, и не что-нибудь отдельное, и не часть западного мира. Россия – это отдельная цивилизация. Надо это понять. Россия – отдельная цивилизация. Мы не Китай, и не Западная Европа, и не Америка, и не что-нибудь другое. Мы отдельная цивилизация. В этой отдельной цивилизации есть свой отдельный нравственный код. Я сейчас скажу, в чем он заключается. Любой человек привык хвалить свою, ругать чужое, себя считать белой костью, остальных всех подножной грязью. Это привычно для всех. В свое время это было у немцев, это в разных видах проявляется у американцев или англичан. Англичане – это вообще специалисты по части, считать себя самыми главными во Вселенной. За это их и ждет большое наказание. Они еще не знают, но их оно ждет. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот, у русской цивилизации есть свой код. Федор Михайлович сказал об этом. Всяк за всех виноват. «Русский человек никогда не считает, что виноваты во всем они и только они. А мы и только мы всегда во всем правы. У русского человека этого в принципе нет. Русский человек должен хорошо знать, что во всем виноват и он тоже. Конечно, в свою меру виноват. Потому что если я украл с сельскохозяйственного склада три мешка картошки, это конкретное воровство. Я тоже виноват в бедах мира. Но я виноват в процентах чуть меньше, чем тот, у которого яхта стоит 600 миллионов, и ее вдруг забрали у него. И он сейчас горько плачет. Наша Таня горько плачет, отобрали мячик у Тани за 600 миллионов долларов. 600 миллионов долларов! У него корыто, понимаешь, было одно из корыт. Это не единственное корыто. Это не все, что у него было. Вдруг хлоп, добрые дяди из Западной Европы закрыли парню удовольствия трансатлантические. Это нужно было ждать. А ты не ждал? Так какой же ты умный человек? Мы-то думали, что богатые все умные. Я тоже так думал часто. Какой же ты умный, если ты с дьяволом игрался в прятки, а он тебе цап-царап. Все говорит, как этот, а меня обокрали. Куртка замшевая, три. Магнитофон импортный, три. Да, портсигар золотой, три. Все нажито непосильным трудом. О, еще как воздух очистился. Все нажито непосильным трудом. Тоже чух и нет. А они виноваты? По совести? Да. А я виноват? Да. А почему я виноват? Или ты почему виноват? Потому что, дорогие мои, когда мы совершаем с вами таинство великого водоосвещения, то мы говорим с вами, что можно купаться в любой воде. В любой, в любой речке, в любом озере, в любом океане, там, в любой ванне, потому что потом по водостокам эта вода из ванны, святая вода, стечет там в некий резервуар и потом очистится, войдет в мировой океан. И это все равно один источник воды. То есть, океан, вернее, вода в мире едина. Есть кругоборот воды в природе, есть единый мировой океан. В какой бы ты луже не купался, эта лужа тайно связана с мировым океаном. Я это постоянно говорю. Купайся во всяком водоеме. Так вот, любой водоем Земли, любой ручеек Земли принадлежит к водам мирового океана. И любой грех человеческий, как маленький ручеек, маленькая грязная лужица, принадлежит к океану грехов человеческих. Вы думаете, это все из-за кого-то произошло? Наши маленькие грехи, наша маленькая ложь, наше маленькое лукавство, наша маленькая хитрость, наша зависть, наша бла-бла проклятая, бесконечная, и дома, и в храме, сплетни, пересуды, зависть, осуждение, матерные разговоры, шутки ниже пояса. Это все маленькие ручеечки, ничтожные, курица перепрыгнет. Это ручеечки маленькие, это не река Волга, это не река Миссисипи, это такой ручеек, через него, повторяю, курица перешагнет. Но потом они стекаются вместе, у них есть такое свойство, они стекаются вместе, а потом уже глядишь, уже такая речушка, будь здоров, а потом глядишь, уже речушка к речушке, это уже такая, издалека долго речет, течет река Волга, а все реки впадают в море, а все море в океаны. Вот мы имеем океан греха, который сегодня, мы просто стал перед носом нашим, и никто не смеет говорить, что я ни в чем не виноват, как продолжают говорить те, кто конкретно попал в самый эпицентр событий, но они ведь не нашей культуры, они сами об этом говорят, а мы вообще другие, как писал один президент, еще первый, что вы, что мы, это разные народы, неправда, мы один и тот же народ, мы совершенно один и тот же народ, у нас судьба одинаковая, и реакции на мир одинаковые, но они отказались, говорят, да это не мы, я ни при чем, это они, это они, это они, а кто там, кто виноват, кто? А мы с вами сегодня скажем, друзья мои, что все-таки, мы тоже виноваты, у нас тоже наши грехи вложились в копилочку, для того, чтобы собрать людям, допустим, на операцию, там, нужно на операцию, там, 2 миллиона рублей, но никто не дает сразу с кармана 2 миллиона рублей, люди собирают по копейке, по копейке, люди дают, дают, дают так по копеечке, по зернышку, курочка клюет, собираются нужные суммы, так же и со всем остальным, мы вложили свою лепту, братья и сестры, в то, чтобы было плохо, кому-то и нам тоже, нам сейчас плохо всем, у нас есть совесть, у нас есть вера, у нас нет кровожадности, мы никого не считаем хуже, ни одного негра или китайца, ни одного итальянца или украинца, мы не считаем хуже себя, он такой же человек, мы имеем веру и совесть, но нам жалко всех людей, и мы знаем, и мы знаем, что мы тоже виноваты в этом всем, и вот наступило время, обрубить концы своих грехов, положить им конец, и принести Богу покаянную молитву о прощении всего того, что было, потому что мир, он только от Господа, прелюбодейный мир, он всего лишь подготовка к войне, люди говорят, мы хотим мира, мы хотим мира, мы хотим мира, какого вы хотите мира, с грехом пополам, вас интересует только на Мальдивы слетать, чтобы вас никто не трогал, чтобы было в холодильнике что пожрать, чтобы свет не гас, и чтобы продолжались по телевизору бесконечные Малаховы, Киркоровы и Пугачевы, и чтобы Порхаб не отключали, и чтобы все остальное было, чтобы греха было во, по ноздри, и чтобы не было войны, но это брехня, друзья, так не бывает, мир от Бога, а грех не от Бога, если хочешь настоящего мира, ты должен быть против греха, потому что грех приводит к смертному убийству и прогреполитию, и нужно хотеть мира того, который от Бога, нам по горячему нужно все поменять, сейчас в нашей стране, в отношении налогов на бизнес малый, в отношении разных ипотекий, то, в чем я не разбираюсь, я даже сильно говорить не буду, но я прекрасно понимаю, что творится в информационном поле, сколько бездарных хихонек и хахонек заполняли и засоряли мозги наши в мирное время, вы такого мира хотите? Обратно, что вам по мозгам плясал Андрюша Малахов там с Иваней Ургантом с утра до вечера, я не хочу такого мира, это не мир, это порнография, это легализованная государством порнография, и нужно вычищать нафиг вообще, беспощадные до свидания, навсегда, а аборты мы когда-нибудь из ОМС вытащим или нет? Потому что все стали сердобольными, всем стало жалко проливающуюся кровь, а вы не понимаете, что у нас по количеству абортов миллионы людей убиваются каждый год добровольно за наши деньги, по желанию матерей? вы об этой крови когда-нибудь вспоминали вообще? Вы когда-нибудь видели, как в кульке доктор несет выскребленного, вычищенного из материнской брюха этого прелюбодейного, значит, разорванного на части скальпелями разными, там, ребеночка? Видели когда-нибудь? Я раз только видел, раз, мне хватило, потому что в кино это одно, а в кульке перед носом другое, этой крови миллионы душ, каждый год, это надо вычищать сегодня, сегодня пока всем страшно, сегодня пока все перепуганы, сегодня пока все хоть чуть-чуть при памяти, завтра все пройдет, они все успокоятся, разжиреют, в креслицах усядутся, попочку поправят, в своих мягких креслах, и опять пойдет все по-старому, по-старому, это антихристианское занятие уже утомило русский народ, нас бы и так задушили бы всех, поуничтожали, или тайно и явно, тайно наркотиками, и там развратом, а явно просто бы окружили бы и расшмаляли бы в куски, потому что к этому, на карту гляньте, сколько баз вокруг нас, но вся вот эта вот система эта, лукавая, лживая, она на грехе держится, и чем меньше в мире греха, тем меньше сил у этой системы, поэтому в посту нужно, ну хоть в посту-то уже надо понять, что надо меньше грешить, языком, глазами, ушами, я специально ничего про кишки говорить не буду, про брюхо, про кишки, про еду, про гастрономию, ешьте, слушайте, что хотите в конце концов, больные, беременные, тяжело работающие, вообще даже думать об этом не хочу, но возьмите в оборот, в контроль, в работу, в свое сердце, ум, глаза и уши, и язык, это будет самое главное, тогда весь человек грешить перестанет, вот этим нужно будет заниматься уже, мир на грехе стоит, и дьявол грехом воюет, чем меньше греха, тем больше мира, только такой подход, чем меньше греха, тем больше мира, нет греха, и не будет войны, а греха много, как бы и лукавый разгулялся, поэтому вот эту простую схему, я предлагаю вам, дорогие русские люди, христианского православного исповедания, эту простую схему, много греха, неизбежна война, меньше греха, война под вопросом, нет греха, нет войны, все, но поскольку все желают грешить, и боятся за свою смертную плоть, подобостраду, такую любосластную плоть, такой, значит, поэтому этот ложный мир, не имеет права на существование, нужно мир только от Бога, который без греха, и без самосожаления, вот мы вступаем в это, с чувством личной ответственности, вот это две мысли всего-навсего, грех и мир невозможны вместе, и во всем каждый из нас виноват, в свою меру потихонечку, виноват каждый из нас, я виноват очень, священство наше виновато ужасно, и я как одна из, один штык в полку русского священства, я признаю сегодня еще раз, в очередной раз, уже не в первый раз, что в революции 17-го года, и в крушении Российской империи, виновата церковь, духовенству виновата в первую очередь, потом уже, потом, там многие-многие лучшие из нас, омыли свои грехи кровью своей, под дулом, значит, там, новой власти, но вначале все были с красными бантами, против царя, и хотели светлого счастья на этой земле, церковь виновата очень сильно, в революции 17-го года, сегодня церковь, тоже ожидается от нее, гораздо большие усилия, гораздо большие энергии, и вчера нужно было рот не закрывать, и вчера нужно было говорить, что кровь людская не водится, что ребеночек, погибший в абортарии, и ребеночек, убитый фугасом в Донецке, и ребеночек, погибший, не знаю, по какой-то причине, где-то еще, это одинаковые детки, их кровь равна перед Господом Богом, об этом вчера молчать нельзя было, молчали, прижились, пристроились, принюхались, заглохли, и хорошо живут, как бы как клоп за обоими, тепло ему, тихо, тепло, темно, его никто не трогает, церкови сегодня ожидается от нее другая позиция, наш народ хочет, у народа душа рвется, сердце просит, да скажите мне слово какое-нибудь такое, чтобы я знал, зачем я живу, церковь должна это сказать, она так шепчет из уст некоторых, иногда там что-то говорит, но в целом, как одно такое, как один организм, она до сих пор еще не говорит ничего, и это вопрос будущего, то есть, значит, мы все виноваты перед всем, это любой поп, он вообще как златоуст говорит, я не знаю вообще, где попы окажутся, мне кажется, что вообще они все будут рая лишены, что все, кто из нашего брата, сообщество служителей, что степень ответственности настолько велика, а степень работы настолько низка, что я вообще не знаю, где они окажутся, говорил святой Ян Златоуст, поэтому, братья и сестры, мы все виноваты, еще раз говорю, но мы не просто должны сейчас там сопли мазать по лицу, а мы виноваты, мы виноваты, так как я вам говорил, только перестаньте баловаться, прощение просите по-настоящему, только у тех, кого обидели, нам нужно признать себя виновными и принести Богу покаяние. Внутренний наш человек должен застегнуться на все пуговицы, и Библия должна быть вашей невестой в эти дни, невестой вашей, вы должны полюбить и открыть для себя новые книги, кто не читал Иова, пусть читает Иова, кто не читал Исайю, пусть наслаждается и пьет Исайю, как холодную воду в жаркий день, потому что Исайя он такой, кто не читал Моисеевы книги, пусть читать Моисеевы книги, кто Давида любит, пусть наслаждается тому, что Дух Святой сказал через Давида, это вообще океан, это океан красоты, как Жак и в кусту нырял под воду, и там плавал, там ему было под водой лучше, чем на земле, потому что там все красиво, такое божественно красивое все, а на земле людские страсти. Вот так вот у Давида океан, океан красоты. Читайте Давида, читайте Павла, читайте Матфея, Библия наша, сестричка, телевизор нам сейчас будет не нужен, надо выключать его, прикручивать. Даже вот эти вот новости, горячие такие, всех ошеломляющие, всех привязывающие, нужно смотреть дозированно. Для ушей, для глаз, для рта, пост гораздо важнее, чем для стомаха, для брюха нашего. И вот вступаем с покаянием в пост, потому что мы чувствуем, что смерть-то близко, смерть же ближе, чем нам кажется. Вступаем в пост со страхом Божиим и с желанием дожить до Пасхи. Вот, собственно, две мысли, если вы это что унесете с собой из храма сегодня, кроме эмоций, то унесите две мысли, что русская цивилизация, которая реально должна заменить собой умирающую цивилизацию Фауста и цивилизацию Западной Европы, она имеет покаянный дух, и в ней нет самохвальства, нету гордости и нет желания всех осудить и себя оправдать. Такого в русских людях нету. Русский православный человек, русский человек воспитанный православием, и он всегда знает, что я грешник не меньше всех остальных. Во всем происходящем я тоже виноват. Прости и меня тоже, Господи. Прости меня, Господи. Когда будете молиться, у вас будет вырываться из души. Сначала скажешь, прости меня, помилуй меня, забудь грехи мои, очисти грехи мои, Господи, а потом вырвется. Прости, Господи, всех. Помилуй, Господи, всех. Пожалей, Господи, всех. Рано или поздно оно из вас вырвется. Потому что когда начнешь с себя, потом закончишь всеми. Это и есть русская цивилизация. И пост для нас это самое веселое время. В посту мы становимся настоящими. Вот в мясоед и в веселуху и в масленицу, которых сейчас нету, как правило, нет. Потому что сейчас просто бесстыдно всякие чучела наряжать, напиваться в усмерть, когда смерть кругом. Сейчас этого нету, слава Богу. Но вот в праздники русский человек отвратительный. Честно вам скажу, я сам русский. Я это про себя говорю. В праздники мы все вообще ругаться не хочу. Короче, мы нехорошие. Очень нехороший человек. А вот в посту мы настоящие. Вот в посту мы становимся настоящими людьми. Поэтому давайте, друзья мои, вперед. Простите прощения у всех, кого реально обидели. И прощайте тех, кто реально обидел вас. А если они попросят у вас прощения, то тем более с радостью обнимайте брата или сестру. Скажите, все, забудем, забудем все. Забудем все. Пошли вперед. Нас через 7 недель Пасха святая ждет. Ну а я, как человек, обидевший пол вселенной, конечно, должен просить прощения у всех, потому что ну моя работа обижать. Понимаете? Как сказал апостол Павел, что я проповедую Евангелие язычникам, чтобы раздразить, раздразнить своих братьев по плоти, евреев. Я должен был бы им говорить, но они не хотят слушать. Поэтому я другим говорю. И у других рождается покаяние, пророчество, дары исцелений. Может быть, мои братья, говорил Павел, начнут завидовать. Завидовать начнут просто. И раздражаться начнут. И начнут ревновать о Господе. И поверят, в конце концов, в того Иисуса, которого я проповедую. То есть одна из целей Павла была раздразнить своих братьев по плоти. Вот и моя одна из целей, я этого не скрываю, раздразнить спящих русских. Русский, проснись. Русский, ты че? Твой русский брат сегодня как бы залез в смертный ад. В огненный смертный ад. Неважно, он в вертолете летит, или в танке сидит, или в БТРе, или в окопе. Он залез в смертный ад за то, чтобы ты, паразит, плакал о грехах своих, любил ближних своих, и не жил, как свинья. Для этого тот вечный русский Ванька, тот же Алеша, что над горою, он опять залез в смертный ад, чтобы опять схватить за кадык это всемирное зло, и помешать антихристу на нашу плечи сесть. Опять русский Ванька. Иисусе. Как же это вообще трогательно и уже... Ну вообще невыносимо это все. Сколько на себе простой русский человек выносит. Пока эти сумасшедшие как бы покупают себе яхты за 600 миллионов долларов, русский Ванька опять всю вселенную вытаскивают на своем солдатском горбу. Поймите вы это, люди божии, и начните молиться по-настоящему. Будьте православными. Не будьте чем-то на букву Г. Ну в смысле, горячая вода, или на букву Х, в смысле холодная вода. Знаете, ГХ такие на кранах пишут. Я только в этом смысле имею в виду. Будьте православными русскими людьми с покаянием и мужеством. В тылу тоже нужно иметь мужество. Ты в тылу сидишь, но ты тоже должен быть мужественный. И милостивый, и молитвенный, и сдержанный, и не ведущийся на всякую брехню сатанинскую. Пост всегда все меняет. Этот пост тоже поменяет очень многое. К Пасхе мы придем со всеми другими людьми. Дай Бог. Так что мое желание сердца это принять на себя тяжесть моей личной вины за все происходящее, ибо я и как человек, и как священник очень во многом виноват. Да простят меня все, кого я обидел. Здесь стоящие, и там по телевизору смотрящие. Потому что набежал я, конечно же, за жизнь свое большое число людей, но, Господи помилуй меня грешного, простите меня, братья и сестры. Простите все наше духовенство, которое есть за что прощать. Простите всех наших попов. Они должны были бы быть другими, мы должны быть другими. Но мы не хотим или не можем. Простите нас за это тоже. Вы-то хотите, чтобы мы были святые, чтобы мы были как Архангел Михаил, а мы как курочка-ряба. И за это нас простите. Всех нас, всех скопом, всех архимандритов, игуменов, протопопов, там этих всех метрофорных, всех простых, рисофорных. Всех нас простите, потому что мы совсем не те, которыми должны быть. И мы будем каяться, будем лучше, даст Бог. Будем огненнее, честнее, будем настоящими. Как Ермоген был, как Тихон был, как Иоанн Конштадтский был, как Алексей Московский был. Будем настоящими. Но вы нас, пожалуйста, всех, и меня дурака, и всех нас, попов, простите. Ну а там уже дальше, у кого чего в жизни есть. Конечно, по-хорошему, глянешь на человека, вроде я его не обижал, вроде он тебя тоже. А в помыслах мало ли что было. Скажешь, прости меня, он скажет, прощаю, и вы меня простите. А оказывается, что он тебя осуждал, или ты его осуждал. Ну, всякое же такое есть. Поэтому, ладно, как получится, так и прощайтесь. А с завтрашнего дня начинаем только без рывков. Без рывков потихоньку. Заходите в пост потихонечку. Так, зашли, так вот, как вол. Не как эта самая быстрая лань. Как вол. Зашел потихоньку, и иди, не останавливайся. То есть потихонечку заходите в пост. А то так в первый день прочитал пять кофизм, во второй день три кофизмы, третий день две кофизмы, через неделю вообще ничего не читаю, а через три недели начал потихонечку сырок подъедать. Так не надо. Так не надо. Нужно потихоньку и неумолимо. Нужно идти, как русская армия. Потихоньку и неумолимо. Вот нужно в пост заходить, так потихоньку, как в холодную реку, но неумолимо идти. День за днем нужно увеличивать постные труды. Сегодня три поклона. Завтра пять поклонов. Послезавтра десять поклонов. К концу поста сто поклонов. Вот это будет пост. А если в понедельник сто поклонов, во вторник три поклона. На третьей неделе ни одного поклона. И уже мечтаю про колбасу на пятой неделе. Это уже не поп. Потихоньку заходим. Сегодня три, завтра пять, а к концу поста по сто поклонов земных каждый день. Вот это будет пост. В общем, трудитесь, любимые, трудитесь. Потому что от каждого из вас зависит очень много. Как от одного ракетчика, от одного радиста. От одного механика-водителя, от одного штурмана, от одного полковника, от одного лейтенанта, от одного генерала зависит вообще ужасно много. Когда война, когда кровь, когда смерть реальная. Так, в мире от одного христианина зависит очень многое. Пожалуйста, возлюбленные, будьте русскими. Русские – это великое явление. Они даже не знают сами, для чего их Бог создал. Но будущее вот именно за этой странной цивилизацией, в которой есть покаяние, великий пост, молитва, и где каждый знает, что он во всем виноват. Вот за этой цивилизацией будущее. Да спасет нас воскресший Христос, да поможет нам дожить до Великой Пасхи. Аминь. Простите, что долго, хотел короче.